Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео показа украшений. Всем кто у меня впервые, я живу в Канаде, покупаю украшения в благотворительном магазине, винтажные и не очень. Показываю цены в канадских долларах, по которым я купила мои украшения. И у меня на канале не только украшения, у меня на канале обзоры магазинов, болталки, в общем все что мы девочки любим, разговоры про Канаду. И в общем я надеюсь, что вы со мной останетесь, у меня в первый раз, у меня очень интересно и есть видео на все, на все, на все вкусы. Так, затравка короткая, мне многие пишут не показывай, ну многие пишут показывай, в общем кто не хочет на это смотреть, перематывайте, кто хочет смотреть, смотрите, я стараюсь показать очень быстро. У меня сегодня очень много украшений, вы со мной гуляли в магазине, вы видели весь этот, я все это покупала при вас, вот это вот зеленое красивое, все, 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 и теперь мы быстро-быстро это все убираем и начинаем, пожалуй, показ. Сейчас, ну, наверное, не самых, слышите, как дождь шумит, у меня, знаете, либо соседи, либо дождь. Сегодня дождь на улице и поэтому сосед ничего не делает, траву не стрижет, но дождь шумит так, что слышно, наверное, вам, хотя шум дождя это очень приятный звук, я надеюсь, что он никого вас не раздражает. И начнем мы с первого украшения, все эти украшения я покупала вместе с вами в одном из моих видео покупок в секунде, мы ходили, бродили с вами вместе, все рассматривали, и вы помните все, что мы покупали, значит, стоило оно 5 долларов, 4,99, я немножко простужена, простите за такой не очень голос хороший. Значит, что-то мне в нем приглянулось в этом кулоне, не нашла ничего, ни маркировок, ничего нету, я не знаю, что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Но, возможно, и китайский даже, ну, вы знаете, красивый очень перламутр и очень красивые камушки, белые, зеленые, я очень люблю зеленый цвет. В общем, надо придумать какую-то цепочку на него, видите, толстая такая петля, возможно, что можно и какой-то кожаный ремешок, странный такой, правда, я не знаю, что он мне напомнил, но он мне понравился, я его унесла домой с собой. Сегодня, кстати, много будет немножко таких легких разочарований, которые я купила сама, не знаю зачем, но, вернее, так скажем, обнаружила дома, что там есть какие-то потери, в общем, вы знаете, да, как это бывает. Так, вот эти бусы, которые у меня тоже вызвали много вопросов, но мне они показались интересными, стоили они 2 доллара всего лишь, я подумала, ну, и за 2 доллара я их возьму, там разберемся. Значит, смотрите, они сделаны, вот, каждая бусина, на самом деле не бусина, а состоит из 5 элементов пластиковых, между ними такие железные, металлические такие бусинки маленькие. Так, давайте смотреть застежку, застежка похожа на современную, может быть, ее меняли, я не знаю, видите, здесь нитка, нитка явно старая, в общем, натянуты они не очень, не знаю, может быть, какие-то 70-е, не знаю, в общем, они такие забавные, и мне кажется, что-то в них есть, согласитесь, необычные, правда же? Так, давайте покажу что-то приличное, кто ко мне пришел в первый раз, посмотрит и скажет, боже мой, какой ерунду барахло эта женщина показывает. Ой, у меня вообще такие комментарии, девочки, все цепляются к моим ногтям, во-первых, во-вторых, к тому, что я показываю, как я показываю, в общем, вы не понимаете, это просто, ну, так сказать, назвался груздем. То есть, блогерам, терпи. Так, 5 долларов стоили эти клипсы. Я нашла на них маркировку, вообще, они производят впечатление каких-то очень-очень неплохих клипс, у них нету никаких потерь. Все на месте камушки. Жемчуг, скорее всего, искусственный, но, посмотрите, такая застежка, ой, она такая мягкая, сейчас я вам покажу, смотрите, видите, она не закрывается, но не закрывается, а вот так вот нежно как бы не защелкивается, а нежно проворачивается. Очень интересная, очень интересная форма застежки, видно, что они дешевые. И здесь вот есть маркировка на них, джи-джи, джи-джи-джи. Я не знаю, что это такое, никогда не видела. Напишите мне, девочки, кто знает, что это такое. Ну и выглядят они вот таким вот, очень приятные классические клипсы, жемчужина. И вот такие вот камушки, приятные. Не помню, показала вам обратную сторону или нет, ну, как-то показала. Может быть, они не винтажные, но вот эта маркировка меня интересует, мне кажется, что это что-то, произойдет они впечатление каких-то хорошего, хорошего, дорогого изделия. Так, следующее украшение, это в непонятно что. Меня оно заинтересовало, поэтому я его принесла домой. Непонятно что сделано, непонятно из чего. Вот такая вот, вот такие бусы африканского вождя, я бы сказала, да. Стоили они немало, стоили они 5 долларов. Что-то очень этническое. Прямо вот, наверное, привезенные из Африки. Так, судя по всему, судя по застежке, судя по всему, ну, знаете, вот застежка, вот здесь вот такая нитка, и мне показалось, что это что-то старое или просто неаккуратно сделанное. Не знаю, девочки, я люблю интересные вещи, не всегда это винтаж, не всегда это что-то ценное, но вот всякое вот такое вот мне очень интересно иметь дома, потому что мне интересно разглядывать вот это все. Я искала, 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 искала. Здесь такие слоны. Что это за материал? Может быть, дерево тяжелое, то есть, конечно, не кость, кость легкая. Я когда в магазине покупала с вами, рассматривала его, я что-то брякнула про кость, но кости обычно, по-моему, легкие. А это тяжелое, что-то тяжелое. Это, возможно, какие-то покрашенные плоды какого-то дерева. Ну, вот интересно, да? Что же это, что же это? Что же это, что? Здесь дырки, что ли, да? Отверстия, правильно? В этих трубочках есть отверстия. Ну, интересные, правда? Интересные бусы. Напишите мне, что вы думаете. Что это за бусы папуаса африканского племени какого-то? Такое впечатление они производят. Ну, смешно, да? Так, дальше. Несколько изделий таких, знаете, разочарования. Не разочарования, а такое легкое разочарование. Значит, вот эти клипсы. За 4 доллара я очень обрадовалась, потому что они очень хорошие маркировки. Называется FAC. Это FIFFS Avenue или Company или Collection. Collection, мне кажется. Видите, вот FIFFS Avenue Collection. И стоили они всего лишь 4 доллара. Я так обрадовалась, плохо посмотрела, схватила, понесла домой. Потом обнаружила, что тут не хватает одного или парочки даже камушков. Вот, смотрите. Где-то здесь. Нет, вот на этой клипсе все на месте. На одной клипсине. Ну, вы знаете, это легкая починка. Где-то, где-то. Вот, вот здесь, видите, вот тут. Вообще-то вообще не видно, но... Нужен вот такой вот малюсенький кристаллик. И вклеить его сюда, прозрачный. Это небольшая проблема. А так-то клипсы. Вот здесь тоже маркировка. Что здесь написано? Давайте смотреть. Там была одна маркировка, а здесь какая-то другая. Так. Батлер. А что, так можно было? Или это застежка от чего-то другого? Батлер. Ага, значит, видимо, у них когда-то была какая-то коллаборация. Сфифс-Авеню коллекшн. Потому что здесь маркировка Батлера, а здесь Сфифс-Авеню коллекшн. Очень интересно. Очень интересно, необычно. Никогда не видела такого, чтобы эти две компании были вместе. Написано, маркировано на изделии. Клипсы красивые. Тут, конечно, никаких вопросов нет. Смотрите. Очень, даже очень. Но. Камушка не хватает. Мы будем заниматься их ремонтом. Следующее разочарование, которое очень трудно, наверное, будет отремонтировать. Ой, на видео я вам показала. Если вы видели в магазине, я вам потом сделала скриншот. И попыталась показать, что колье поломано. Это было так мне жалко, потому что это континентль. Я страшно обрадовалась, когда его нашла. Так, где? Вот, континентль. И мне было так обидно, когда я пришла домой и стала разглядывать его. Стоило оно 4 доллара. Я еще удивилась, что его так дешево оценили. Дешево его оценили, потому что оно поломано. И, видимо, люди, которые оценяли, заметили. А я вот нет. Смотрите, видите, здесь не хватает. Здесь три рожка, а здесь два. И вот здесь вот есть место поломки. Вот тут, видите, видно. Единственное, что мне кажется, что здесь можно сделать. Откусить вот эту штуку. Значит, чтобы получилась симметрия. Ну, это, конечно, я сама не сделала. Это надо обращаться, видимо, к мастеру. И как-то так затереть это, знаете, вот это вот место от откуса. Ну, чтобы оно не было уж так явно видно. Как-то его можно... Я не знаю, если это можно. Ну, в общем, короче, очень обидно. Не знаю, что делать. Посмотрите, какое оно красивое. Какие кристаллы. Это же просто восторг. Ну, как же можно было так отломать? Ну, как же можно было целый вот такой вот элемент отломать? У него сели, встали. Я не знаю, что с ним сделали. А так-то все камушки на месте. Застерочка работает, в общем. Маркированные изделия. Все как надо. Ну, поломанная. Очень жаль. И очень трудно. Это не камушек вставить. Это очень трудно восстановить. Так, еще... Сейчас покажу целый, а потом еще одну покажу. Не очень. Ну, и если мы уже рассматриваем такие украшения, то до кучи. Я нашла в магазине. Там же. Вот такое бесподобное колье. Пагетные кристаллы. Здесь все-все-все на месте. Все работает. Единственное, что нету маркировки. Стоила она 5 долларов. Замочек тоже... Замочек тоже такой же, как в континенте. Очень похоже. Но нету маркировки. Я бы сказала, что это невероятно похоже на... На что-то, на шерман или что-то такое. Но... Маркировки нету. Я видела такие шермы. Очень похожие. Они прямо стоят сотни-сотни долларов. Но они маркированы. А здесь, видите, нигде ничего. Может быть, маркировка была на коробочке. Может быть, еще где-то. А здесь маркировок никаких. К сожалению. Потому что я вам хочу сказать, что выглядит оно как очень дорогое и очень качественное изделие. Почему мне пришло в голову шерман? Потому что шерман делал вот такие вот украшения, которые трудно было отличить от бриллиантов. В прекрасном состоянии. Давайте здесь посмотрим. Может, мы найдем что-нибудь. Я уж так и смотрела, смотрела, рассматривала. Но нет. Ничего я не нашла. Шерман обычно маркировались на замочке. Ну или, как правило. Очень похожа на шерман по блеску кристалла в прекрасном состоянии. И оно, конечно, думаю, что винтажное. Но сохранилось великолепно. Просто красота неописуемая. Следующее колье. Все поломанное и побитое. Я знаю. Оно стоило дешево. Я его купила в надежде, что, может быть, я смогу его восстановить. Всего лишь 3 доллара оно стоило. Я подумала, что вдруг у меня получится. А оно шикарное. Очень похоже на колье Диор. Я как-то находила колье Диор такого же типа. Там были все маркировки. Все-все-все. Здесь маркировок никаких нет. Но даже в интернете я находила Диор похожее колье. И Диор делал тогда, наверное, 80-е. Делал много колье на такой вот цепочке. И вот с таким вот центровым элементом. Здесь очень много потерь. По-моему, 3 или 4 кристалла. Все чем-то залито белым. Даже те, которые не потеряны, кристаллы, они такие потухшие. И все в каком-то клею. Или что это вот здесь? Что они пытались здесь делать? Чем они пытались? Я не хочу сейчас... Я не могу понять, что это такое. Оно снимается. Видите? То есть я, наверное... Вы знаете, что-то может быть как-то даже мыло засохшее. Может быть... Мне кажется, что его легко вот так вот оно отходит. Если положить его в воду, если оно не заржавеет или в какое-то... И то его мыли. И все это мыло осталось на этих... Не знаю, что с ним... Как можно было так издеваться над украшениями? Что нужно было с ним делать? Чем-то заливать? Это явно 80-е. Очень красивое. Очень красивое. Но вот такое вот загаженное, можно сказать. Замочек обыкновенный. Маркировок никаких нет. Кристиан Диор, кстати, делали с шилдиком некоторые. А некоторые... У некоторых была вот здесь вот маркировка. Замочек такой вот типа вот этих. Вот и была маркировка на них. Ну, в общем, по-любому. Постараюсь его восстановить. Достановить. Все. Дальше пойдут украшения не побитые, не поломанные. А все, так сказать... Все с ними хорошо. Так, кулон. Тоже вы видели в магазине. Я его вам показывала. Потрясающей красоты. Маркированный кулон компании Батлер. Батлер, поскольку канадская компания, у нас много их украшений. Стоил он не так уж и много. Ой, всего лишь 3 доллара. Они, видимо, не заметили, что там есть маркировка на нем. Потому что все маркированные вещи у нас продают сейчас очень дорого. Даже если это совсем что-то маленькое, совсем какая-нибудь ерунда, все равно они стоят дорого. Единственное, что значит здесь такой... Я думала, что это кожаный ремешок, но мне кажется, что это... Какой-то он сделан. Шнурок. Шнурок. Шнурок, не кожа. Но сделана очень хорошо застежка. Здесь удлинительная цепочка. И на конце даже такой вот симпатичный висит. Сейчас мы его перевернем. Вот такой вот кристаллик Аврора Бориалис. И сам кулон очень красивый. В центре коричневый такой камень, переливающийся. И Аврора Бориалис камушки поднатыканы вокруг. И вот здесь красивый кулон. Маркированный, батлер, хорошая компания, дорогая. Ну, в общем, качественная очень. Дальше. Опять сегодня у нас вишневый сад, поэтому я не знаю, что нам показывать вишенкой. Ну, хорошо, давайте рассмотрим этот кулон. Он же брошь, он же кулон. Лежал на полу. Вот, представляете, я вам показывала, когда в магазине снимала, что валялось что-то блестящее на полу. Кто-то, видимо, поднял, подобрал и уронил. А я думаю, плохо, что вещь лежит на полу. Надо ее поднять и повесить. Подняла, перевернула. Обратила внимание, что это кулон и брошь. Что уже наводит на мысль о том, что это что-то непростое. Потом обратила внимание, что от этого кисточку ее можно отстегивать. Что тоже, в общем, интересно. Если вы не хотите вот этих вот весюлик, то вы можете ее отстегнуть. Опять же, дешевые компании так не заморачиваются. Они все паяют в одно, так сказать, в одно изделие. Там нету никаких отстежек, застежек, перестежек. Значит, стоил он 6 долларов. Опять же, за 6 долларов обычно это уже что-то такое чуть-чуть более такое качественное. Хотя не всегда. Иногда оценяют совершенно странным образом. Значит, я посмотрела маркировку. Здесь было две вещи. Во-первых, кора. Ну, показывайся, вот. Кора. Господи, боже мой. Верчу, кручу, запутся хочу. Кора. Кора. Уже ни кока, ни какое, ничего. Вот чисто кора. Все. Без вопросов. Странная маркировка. Странная. Странная немножко. Конечно. И вот здесь две буквы GF, которые, по-моему, означают... Это у меня плохая резкость. И свет, как всегда. Означают Goldfield. GF. Наверное, означает Goldfield. А может и нет. Не знаю. Ну, в общем, вот такой вот кулон. От компании Кора. Кулон Брош. Очень такая интересная, симпатичная цепь. И что-то у меня совсем... На улице такая тема. Я включила весь свет, который у меня есть в этой комнате. Но темновато. Сижу у окна. У меня всегда очень темные видео. Я не знаю, что с этим делать. Девочки, вы понимаете, что у меня здесь стоит лампа для блогера возле телефона. Свет включен верхний. Две лампы настольные. Я сижу у окна. И все равно у меня какой-то темноватый видео. Немножко темноватый. Ну, в общем, хорошая находка. Кулон Кора. Очень я довольна за относительно небольшие деньги. Очень классный кулон. Дальше. Вот такая красота. Которую я тоже потом под конец случайно нашла. Без подобной красоты кристаллы. Все просто блестит, переливается. Но так красиво. Давайте я вот так сделаю, чтобы... Как будто бы вообще какие-то кристаллы австрийские, сваровские. Ну, я не думаю, что это вещь винтажная. Я в магазине маркировку не заметила. Потом заметила. Долго не могла понять. Потом поняла. Но мне это не помогло. Потому что я такого не знаю. Стоил он 5 долларов. Значит, давайте сначала посмотрим застежечку. Вот такая вот. Никаких тут нету знаков. Пробы. Ничего. Нигде. Но на самом кулоне с обратной стороны, если вы присмотритесь... Где это было? Вот. Вот здесь. Если вы присмотритесь, здесь есть маркировка. Две буквы. LP. Правильно? Что это? Я не знаю. И скала, и скала, и скала, и скала. И так, и эдак, везде. И все. Но ничего не нашла. Но кулон потрясающе красивый. Тонюсенькая, совсем легкая цепочка. Но такая непростая. Немножко шлифованная. Она поэтому очень блестит. И вот такой вот потрясающей красоты. Стеклянные. Потрясающие бриллианты, изумруды, береза. Ну, я шучу, конечно, вы понимаете, да? Все на месте. Боже, он такой красивый, невозможный. И вот эта маркировка LP, она меня как-то смутила. Я не знаю, что это такое. Совсем не знаю, что это такое. Так, следующее украшение. Это вообще полнейший сюрприз. Висела такая маленькая, незаметная цепочка. Ой, запуталась. Сейчас, подождите, сейчас. Так. Незаметная цепочка, на которую с кулончиком, на которую я сначала не обратила никакого внимания. Стоила она... А, у меня цена оторвалась. Стоила долларов пять. Цена такая была плохо приделанная. Она у меня отвалилась. Значит, мне просто понравилась форма цепочки. Такая крученая. Симпатичный кулон. И я стала его разглядывать. Очень легкие. Очень легкие, поэтому возможно, что это и правда. Смотрите, какая... Мне стала интересна вот эта застежка. Я никогда такого не видела. Я подумала, что, может быть, это что-то эдакое. Потому что я никогда не видела такой застежки. Потом я присмотрелась и увидела, что здесь написано 999. Я сначала подумала, что это 925-я проба серебра. Потом присмотрелась и увидела, что это 999. И вы знаете, что я вам поставлю картинку. Я нашла в одном месте где-то в продаже за какие-то шаленые деньги цепочку, похожую, без кулона. Там было написано на непонятном языке, поэтому я не поняла, что это такое. В другом месте на ebay я нашла за более вменяемые деньги. Одно там что-то хотели сто с чем-то. Потом уценили до 46 долларов. И написано, что это бренд 999. И написано, что 24 карата голд. Там была цепочка. То есть я стала интересоваться. И вот я обнаружила, что вот эти вот изделия компании 999. Вот именно вот с таким вот, с такой вот застежкой интересной. Они все, они делают из 24-каратного золота. Представляете? Я не знаю, что вам сказать. За что купила, за то и продаю. Не может быть, что я купила золотой вот такой вот кулон с цепочкой. Вот так вот. За 5-6 баксов. Очень хочется в это верить. Очень хочется, чтобы это было правдой. Но надо отнести к эвелеру, если честно. Может быть, чтобы они проверили. Честно, потому что действительно очень любопытно. Если это действительно золотая вещь, она стоит очень дорого. То, что я нашла на ebay, там за 46 долларов на селе. Там совсем тоненькая маленькая цепочка. А здесь, в общем, и цепь такая, и кулон, в принципе, такой интересный. Вообще, оно похоже немножко на золото по весу. Золото ведь легкое. Я правильно говорю? Я ведь не ошибаюсь? Так, теперь. Вот такие бусы. Бусы винтажные. Красивые. Я не знаю, почему я сначала показала, как будто бы золотую цепь, а потом винтажные бусы за 10 долларов. Ну, у меня вот такой беспорядок в моих показах. Стоили они 10 долларов. Лежали они за стеклом, под стеклом. Не висели на стенде. Лежали под стеклом. Вы видели? Я разговаривала с продавщицей. Она мне это все показывала. Мы с ней это все обсуждали. Очень красивые винтажные бусы. У меня места мало. Надо подвигать все. Так. Очень красивые винтажные бусы. Белый пластик. И бесподобные здесь тоже шапочки. Не знаю их происхождения. Здесь бусинки Аврор Бориалис. Такие темные, знаете. Такая темная, темная ночь. И красивая застежка. Очень жалко, что нельзя носить застежкой вперед. У них такой фасон. Черная застежка. Все работает. Все открывается. А, кстати, вот этот вот кулон я померю, если смогу расстегнуть. Пока что я не смогла расстегнуть. Надо попробовать. У меня свежий маникюр. Мне просто жалко было его обтирать. Я подумала, что сначала видео запишу, а потом буду шкрябать свой маникюр об эту застежку. Так, здесь нету маркировок никаких. Но все, конечно же, винтажное. Так, бусы просто так устроены, что нельзя застежкой вперед носить. Потому что здесь три нитки. И они все вот так вот. Больше от маленьких к большой. Их надо носить вот этими крупными элементами вперед. Бусы шикарные. Вот шикарные, винтажные. Смотрите. Так, их надо как-то разложить. В общем, короче. Вот такие вот. Шикарные устроены. И, наконец, вишенка на торте или нет? Я не знаю, что это такое, девочки. Я купила просто потому, что я сорока. Мне понравилось, как это все блестит. Это лежало в коробочке. У меня с руками это отрывали. Какая-то другая дама хотела это купить. И я, конечно, решила, что раз ей надо, то мне тоже надо. Вернее, там все было немножко наоборот. Я вам сейчас расскажу эту историю. Значит, на витрине, вот в такой вот коробке. Здесь написано Charm, Diamond and... Ой, не вижу. Сейчас. Diamond and... А, нет. Diamond Centures. Вот так. Относится ли это украшение к этой коробке? Не относится. Я не знаю. Коробка выглядит вот так. Коробка в прекраснейшем состоянии. Давайте я немножко отодвину все. И внутри стоило это 29 долларов. 29,99. То есть 30 долларов. И внутри лежало вот такое вот ожерелье и клипсы. Давайте я вытащу это все из коробки. И мы с вами это рассмотрим. Я вам расскажу историю. Так. Вы понимаете? Вы понимаете, какая сорока пройдет мимо вот такого вот украшения? Маркировок никаких нет. Коробка от него или нет, я не знаю. С обратной стороны оно выглядит вот таким вот образом. Сказать, что это винтаж или нет, я не могу. Я надеюсь на вашу экспертизу, девочки. Вы лучше меня понимаете и разбираетесь. Так. Цепочка. И здесь просто вот такие звенья, на которые можно закрепить. Вот эта застежка. Застежка обычная. Но винтаж не очень тянет. Тушь очень хорошо сохранилась и... Не знаю. Может просто не носили, потому что... В общем, может быть я и купила какой-то Китай. Но знаете, за 30 долларов... Боже, оно такое красивое. Посмотрите. Как я люблю зеленый цвет. Вот оно. И вот клипсы. Лежали все в одном наборе. Хотя они не выглядят как сет. Но... Потому что было бы логичнее, если бы вот эта клипса была бы формой вот какой-то вот этой вот... Вот этого вот цветочка. Хотя она была бы очень большая. Но в принципе они очень подходят к нему. Хотя немножко другие. Но они очень красивые. Слушайте, а может какая-то маркировка на клипсах? Давайте рассмотрим. Посмотрим. Нет. Ничего. Что-то какая-то грязюка тут. Здесь осталась подушечка. Которую... Ой, прищемила палец. Ну что, нету, да? Ничего. Ничего не нашли. Значит, история. Я увидела это в витрине. Я подошла. Стала рассматривать. Общаться с продавщицей. Разговаривать. Спрашивать, что она думает. А продавщица разбирается там. Это коробка от этого или это. Что это такое? Она очень тяжелая, знаете. То есть стеклышки. По-любому. Даже если это не винтаж. Это какое-то очень хорошее качество. Качество. Вещи. И подошла ко мне сбоку женщина. И, значит, говорит. Вы покупаете? По-русски сразу. Говорит. Вы покупаете это? Я говорю. Я думаю, что да. Она говорит. Вы знаете. Вообще-то я считаю, что вы должны мне его уступить. Я так посмотрела. Я говорю. Почему, собственно, вы так считаете? Она говорит. Вы знаете. Я уже его смотрела. Я подошла. Я его посмотрела. Я оставила его, чтобы подумать. Хочу я его покупать или нет. Сейчас я решила, что я его хочу покупать. Поэтому я считаю, что вы должны мне его отдать. Потому что я первая, как бы, заметила. Я первая здесь была. То есть она подошла к прилавку. Попросила продавщицу показать. Посмотрела. Покрутила. Повертела. Отдала продавщицу назад. Та поставила назад. Выставила на прилавок для всех, кто хочет. Она не сказала, что оставьте мне его. Я его заберу. Что-то такое. А, и плюс ко всему, у нас так нельзя. У нас вот эти украшения, которые лежат под стеклом. Если вы хотите его покупать, вы должны его взять и сразу за него заплатить. Потом вы можете гулять по магазину долго, покупать еще что-то. Но вот те украшения, которые лежат под прилавком, вы должны сразу за них заплатить. Они не имеют права продавцы его как бы откладывать или для кого-то там держать, если вас попросили. И она это, наверное, знает, не знает. Но я думаю, что продавец ей сказала. Потому что я спросила продавщицу потом. Я ей сказала, что я не могу это поставить для тебя отложить, потому что это у нас так не принято. Так нельзя. Если ты хочешь, купи сейчас. Ну, то есть она не могла решить покупать, не покупать. Она решила подумать, отложила. Оставила, отдала назад продавщицу. Потом, когда увидела, что я его беру, ей тоже оно сразу понадобилось. При этом она пыталась всячески... Ой, это какой-то ерунда. Вообще я даже не знаю, что это. Это какой-то вообще, какой-то что-то дешёвое. Мне просто очень нужно зелёное украшение. Я сказала, что зелёных украшений много. Не обязательно это. Тем более, что если это какая-то ерунда, то... А тем более, что, может быть, она и права, что это какая-то ерунда, на самом деле. Короче. В какой-то момент у меня было даже такое желание отдать ей его, потому что она прям так, знаете, прям грудью пошла на меня. Я подумала, может, действительно какая-то ерунда. Зачем она мне за 30 долларов? Тем более, человек так просит. Не просит. Сейчас я вам скажу. Если бы она попросила по-хорошему, я бы, может, даже отдала ей. Но она полезла в бутылку, что называется, и стала мне доказывать, что я не могу его купить, потому что она была здесь первая. Она уже его смотрела. Она хотела его купить. Оставила. Сейчас решила его купить. И тут я пришла злодейка и забрала у неё. Знаете, если бы по-хорошему человек попросил, я бы ей отдала. Но поскольку она меня как бы, ну, сделала из меня как бы очень плохого человека, который у неё, значит, отбирает. Как будто я у неё его украла. Я сказала, вы знаете, женщина, я его покупаю. То, что вы его не взяли сразу с первого момента, когда вы хотели его купить. Ну, простите. Тут такие порядки. Тут такие законы в этом магазине. Если вы его не купили сразу, значит, любой другой человек имеет право его купить. Повторюсь, если бы она меня по-хорошему попросила, я бы, наверное, её уступила. Но когда человек прям прёт на меня буром и хабалит, я как бы пошла на принцип тоже. Ну, вот такое вот колье и такая вот история, девочки. Ну, что ж, дорогие друзья, вот такой у нас сегодня был показ. Вот такие украшения. Очень надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Очень надеюсь, что если вы у меня впервые, вы со мной останетесь. А если вы мои старые друзья, то вы напишите все ваши мнения и комментарии по поводу того, что я вам показывала, по поводу всех моих вопросов. А на сегодня всё. Всех люблю. Целуюсь. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Бай-бай.